Сейчас Евгений Чуканов из машинного отделения CFT расскажет о доставке данных аналитикам через событийную архитектуру. Так, Саша, вот это кликер, да? Раз-раз, меня слышно, да? Так, ребят, всем привет, меня зовут Евгений Чуканов, я работаю руководителем управления разработки директора машинного отделения CFT, и мой сегодняшний доклад называется «События небосданных». В анонсах, в расписании называется «Построение событийно-ориентированной архитектуры», но я, честно, пытался таким шрифтом написать «Построение событийно-ориентированной архитектуры», у меня ничего не влезло, поэтому я оставил название «Старое». На самом деле, как связано с событийно-ориентированной архитектурой, это то, что мы при помощи нее переделали поставку данных аналитикам. И, собственно, в докладе я расскажу о том, какую задачу мы решали, какие инструменты мы для этого использовали, как у нас изменились микросервисы после этого, как мы все это реализовали, и поделюсь результатами, то есть расскажу о профитах, которые мы получили, и подводные камни, которые мы собрали. Собственно, хотелось бы пару слов о нашей компании, то есть вы так или иначе, я думаю, что знаете про компанию «ЦФТ», что она делает. Если кратко, то это «Финтех», о чем красничево говорит ее название, «Центр финансовых технологий». И компания делает множество услуг и сервисов для банков, для финансовых организаций. Наша дирекция занимается машинным обучением в этой компании, и, собственно, наши продукты – это системы принятия решений, такие как кредитный скоринг в займах, персональные рекомендации в переводах, ну и на самом деле есть и другие сервисы, которые помогают оказывать услуги клиентам, такие как сервисы машинного зрения. Тут хотелось бы немножко детализировать про систему принятия решений, что это такое. То есть с нашей точки зрения, когда сидишь в департаменте такой большой компании, есть такой большой-большой бакенд кредитов или переводов. И в один прекрасный момент, когда пользователь подает заявку на кредит, к нам на микросервис, на наш же микросервис, который находится в нашем отделении, он находится, к нему приходит по ресту запрос, что вот на анкета пользователя, и будем мы выдавать кредит или не будем. А если будем, то на каких условиях? И, собственно, микросервис, когда получает этот запрос, он начинает его обогащать из разных баз данных и в конечном итоге расчехляет модель аналитиков, которые в него туда его встроили, алгоритмы всякие разные, и в итоге выдает ответ, что, например, да, даем кредит. И, судя по данным в анкете, мы можем предложить вот такие условия. Тут важно подчеркнуть, что этот микросервис разрабатываем мы сами, самостоятельно мы его развиваем, поддерживаем. Ну, а так как мы это делаем при помощи машинного обучения, то первое, что нам необходимо, это данные. То есть откуда их взять. И вот давайте разберемся, откуда же мы можем взять данные для того, чтобы все это провернуть. Ну, во-первых, конечно же, есть SQL-база данных бэкэнда, которая нас вызывает, бэкэнда кредитов. Там у нас живут эти самые кредиты, там осуществляется их жизненный цикл, он является мастер-системой, то есть единственным источником правды. Ну и, собственно, вот она есть. Еще у нас есть собственный фича-стор, который построен на базе Кассандры, туда внешние бэки пишут разную информацию, и благодаря этому в этом фича-сторе появляются признаки для моделей машинного обучения. Основное предназначение – это чтобы микросервисы, такие как наш, могли обогащать поточным идентификаторам нужную им информацию, оттуда доставать. Еще у нас есть Hadoop. В Hadoop содержится масса разных логов, разных датасетов. Такая штука тоже у нас есть. И, наконец, у микросервиса есть еще внутренняя база BD SQL, где он хранит свои настройки, без которой он работать не может по какой-то причине. И есть логи, которые мы пишем. Там тоже море разной информации для обучения моделей. И, собственно, когда мы развиваем этот микросервис, нам нужно из всех этих баз сходить, достать информацию, где-то ее пересечь, сделать огромный такой большущий join и обучить модель, внедрить ее. И у нас получается модель второй версии. Собственно, звучит легко, но на самом деле пайплайн по подготовке вот такого датасета, он очень большой, он очень громоздкий, состоит из десятка стадий. Это нужно все поддерживать. А тут еще, ну и опять же, вот эта задача, она не требует записи данных, она требует только чтения. А что делать, если нам нужна еще и запись? С этим мы столкнулись, когда перед нами стала задача AB экспериментов. То есть, когда идет AB эксперимент, для разных пользователей настраивается различное поведение на сервисе и возникает вполне себе закономерное желание где-то какие-то данные сохранить. Ну, например, к нам пришел запрос. Мы хотели бы запомнить, что в этом запросе мы отнесли пользователя к группе А, например, и по каким-то таким условиям вот так произошло. Еще сохранить некий контекст. И вот если посмотреть на вот эту вот всю карту, того, что у нас есть, куда бы нам теперь эти данные записать? Куда мы можем это сделать? Мы можем, конечно, попробовать это записать во внешнюю базу данных БЭКа. Так, Саш, что-то у нас с кликом. Ну, ладно. Тогда так расскажу. Ну, то есть, мы можем это записать во внешнюю сквербазу данных. Но, на самом деле, это не так-то просто, потому что она нам не принадлежит, прямого доступа у нас к ней нет, мы можем из нее только читать. Мы можем это сделать разве что при помощи нашего ответа от нашего микросервиса, но мы тогда имеем риск утонуть просто в интеграциях, просто договариваться о том, что мы будем писать и что нам нужно из этого сохранить. Также можно было бы рассмотреть сохранение в нашем фичастере, но на самом деле он для этого не предназначен. Он предназначен для быстрого обогащения данных для микросервисов, но будет очень плохой идеей, на самом деле, оттуда доставать огромные датасеты посреди рабочего дня имеется нехилый риск все завалить. Также есть Hadoop, но Hadoop – это распределенная большая файловая система, которая как раз, да, она предназначена для формирования больших датасетов, но как туда писать? Просто открывать файл и писать как-то непонятно. И остается всего лишь два на самом деле варианта. Либо внутренняя база данных, туда писать подобную роду информацию, либо в логе. Рассмотрим оба вот этих вариантов. Во-первых, логи. Логи на самом деле вполне себе клевый инструмент, потому что их очень легко писать. То есть аналитик может прямо у себя в коде просто написать, пишем в логе вот такую информацию и туда вылить все, что необходимо. Для того, чтобы ее можно было анализировать и как-то из этого формировать датасеты, было бы неплохо выгрузить что-то на Hadoop. Но минусов у этого подхода крайне много. Во-первых, это очень рисуемка. Даже если мы писали только в одно место, например, в Hadoop, примерно год назад мы умудрились завалить Hadoop полностью своими логами, потому что это очень много информации. В логах очень много чего лишнего с точки зрения дата-аналитиков. Потому что там трассировки, хедеры, эксепшены, ну как-то это не помогает аналитике. Поэтому это лишнее. Это еще нужно отсеять, чтобы с этим разобраться. Естественно, страдает время на подготовку таких датасетов. Что с моей точки зрения, как руководитель управления, больше всего страдает, так это зависит от разработки. Теперь разработчик не может просто так что-то в логе написать, потому что он имеет риск сломать какой-то пайплайн, который работает для подготовки данных. Еще это небезопасно. Если на Ходопе мы можем разделить как-то доступа, что одним доступно одно, другим другое, то вот в едином хранилище кубера это сделать уже невозможно. И поэтому перед отправкой туда нужно данные функцировать. Ну и в итоге у нас получается хоть и онлайн поставка этих данных, но использовать онлайн мы это не можем. Только офлайн и очень трудоемко. Ну если логин нам не подходит, то может быть SQL, но тут нужно тоже разобраться, что нужно вообще аналитикам. Аналитикам нужны данные. Чем больше данных, тем лучше. Это все обеспечивает с реализационной природой баз данных. Это нужно развалить на несколько таблиц и поддерживать, обеспечивать как-то миграцию. В таких базах обычно апдейт не нужен, потому что аналитики работают уже со свершенными фактами. То есть вот это свершилось, мы это анализируем. Поэтому операция апдейт как бы не особенно-то и нужна. Еще хотелось бы все сэмплировать по времени. То есть чтобы можно было разделить данные по месяцам, по неделям, по дням. И чтобы аналитики могли изолированно тренироваться на вот этих вот данных. Еще им пригодится удобная схема. В базах данных с этим все хорошо, но схема должна быть относительно нежесткая, чтобы аналитики могли добавить все, что хотят в те данные, на которые они будут смотреть. Ну и насчет инструмента анализа данных. Наши аналитики работают на Юпитер-ноутбуке, ну а SQL-ные базы данных они представляют интерфейс именно SQL. Отсюда видно, что на самом деле SQL хоть и можно использовать, но это будет крайне невыгодно и будет очень ресурсоемко. Поэтому нужно посмотреть, а что мы, собственно, пишем в эти самые логи, раз уж мы приняли такой вариант за самый простой и самый дешевый. Ну, конечно, там есть запросы и ответы от сервиса. Это базовая штуковина, которая нужна для анализа данных. Вот такой вопрос задали нашему микросервису. Вот так вот мы, собственно, ответили. Ну, базовая информация, чтобы проводить какой-то анализ. Еще нам понадобятся данные для принятия решения. Это те данные, за которыми наш микросервис ходит наружу, обогащает из внешних баз, каких-то реестров. Это тоже отдельная категория вот данных, которые нам пригодятся для разборов. Ну и, конечно, в логах содержатся, как ни странно, логи. И вот у нас есть тоже такая категория. Ну, и смотря на это все, кажется, что можно решить эту проблему. Например, если аналитикам наиболее ценные запросы и ответы сервиса, то можно объединить их в один большой документ джейсоновский. Если аналитики хотят в этот документ что-то добавлять новое, можно туда добавить специальный блок, который называется контекст. И туда уже можно как раз писать результаты об экспериментах и какие-то еще метрики. То есть, грубо говоря, это контекст принятия решений, чтобы аналитикам было понятно, почему на вот именно этот запрос был выдан именно такой ответ. Ну, и плюс, так как у нас есть еще дата-инженеры и всякие разные витрины данных, было бы неплохо добавить туда мета-данные. То есть, это идентификатор запроса для контрольной уникальности, таймштамп этого запроса для сэмплирования, опять же, данных. Ну, и чтобы не заниматься, прямо здесь сейчас не решать проблему, как мы это будем куда-то сохранять, это можно пока отправить в брокер сообщений. С данными для принятия решений поступить можно точно так же, тоже через брокер сообщений и отправить запрос, который мы отправляем во внешнюю базу и ответ на нее. Ну, и в таком подходе тогда логи можно оставить просто логами. Они будут выполнять именно ту функцию, на которой на них возложено, разбор инцидентов, каких-то нештатных ситуаций на сервисе и писать, куда полагается уже выстедаут, а не на разные хадупы и прочее. В качестве брокера, через который мы отправляем эти сообщения, мы выбрали для себя кавку. Кавка, если строго говорить, то это распределенный, горизонтально масштабируемый, отказоустойчивый журнал коммитов, и в этом сочетании, по-моему, прекрасно все. Потому что распределенный, это значит то, что те операции, которые он выполняет, они делаются на кластере. Горизонтально масштабируемый, это значит то, что если кому-то покажется, что кавка недостаточно стабильна, отказоустойчива и высокодоступна, всегда можно докинуть еще нот, и все станет гораздо лучше. Ну, а журнал коммитов это структура данных, куда данные можно только добавлять, изменять и удалять старые данные никак не получится. Ну, а вообще удалением данных занимается именно сам брокер, он это действует по политикам, которые в нем заданы, retention policy. И читать эти данные можно только в одном направлении, именно в том порядке, как они к нам пришли. В итоге, текущие наши сервисы за прошедшее время мы все видоизменили вот до такой верхневой схемы. То есть микросервис, он пишет логи, куда полагается, в std.out, он отправляет технические логи в kvsm.log, там нету никаких персональных данных, ничего не нужно обфуссировать, они компактные, пригодные для сопровождения, чтобы эти инциденты разбирать. То, что требуются аналитики, мы на сервисе, на каждый запрос, который к нам приходит, мы формируем один большой документ, который называется у нас аналитическое событие. Там содержится копия запроса, копия ответа, контекст принятия решений, которые наполняют сами аналитики из кода, ну и плюс метаданные, для того, чтобы это было легко искать по хранилищу, где потом это содержится. В качестве хранилища мы также используем Hadoop, это долговременное именно хранилище этих событий, чтобы подготавливать данные и витрины для отчетности, ну а для супербыстрой отчетности и для анализа инцидентов, которые у нас происходят, мы используем ClickHouse. По итогу, если говорить про основные результаты, то есть, чего мы достигли, мы значительно упростили работу с данными для аналитиков, то есть, если раньше нужно было писать огромные парсеры, которые свяжут одну запись лога с другой и с чем-то еще, то теперь это делать не нужно, потому что все данные находятся в одном документе. Мы сильно разгрузили разработчиков. Если раньше нужно было страдать и не писать логи, как мы хотим, теперь можно, ну, теперь можно делать то, что хочет разработка, ну и также снизилось число задач на мониторинг, на пропил метрик в Прометей. Также мы резко уменьшили прирост данных на Hadoop, то есть, если раньше мы хранили логи, там терабайта логов, мы не можем их удалить, потому что там содержатся данные для аналитиков. То теперь события лежат компактно, в однородной схеме и с этим более-менее все хорошо. Дополнительно мы получили еще один способ слабой связанности сервисов друг с другом, то есть, если мы хотим что-то сделать на микросервисе Скоринга, то совсем не обязательно это делать прямо именно там. Можно поставить еще один сервис, поднять в Кубере, подписать его на топик Кавке, где летят эти события и теперь получим связанную связанность сервисов. Также, как только мы это сделали, мы сразу поняли о том, что эти события, которые порождает микросервис, они нам могут пригодиться в следующий раз. То есть, теперь, когда мы скорим заявку на кредит, мы можем видеть прошлый ответ сервиса, как он отвечал в прошлый раз, если, например, к нам пришел человек еще раз. Ну и получили также экономию ресурсов кластера на пересчет данных для отчетов, потому что снизилась сложность подготовки вот этих вот парсеров, которые были натравлены на логи. Один из неочевидных бонусов, который нам тоже достался, это то, что у нас появился ClickHouse и Metabase. ClickHouse показал себя как хорошая, достаточно быстрая база, которая тоже удовлетворяет вот именно этим требованиям, что там нет апдейта, но зато там есть именно свершившиеся факты, которые можно анализировать. Ну и Metabase как неплохой интерфейс для того, чтобы конструировать отчетность. И это в перспективе позволит нам еще выпилить большинство кастомных метрик сервисов, которые отвечали за бизнес-отчетность именно. Они оказываются больше и не нужны. Если кто-то хотел посмотреть на подводные камни, они здесь, на слайде. Во-первых, первый подводный камень, то, что такой подход оправдан далеко не везде, потому что нам это позволяет не такой высокий на самом деле трафик на наших сервисах, потому что если бы мы захотели сделать то же самое на сервисе переводов, там где примерно, ну, там где-то несколько сотен рпс в секунду, мы бы помнили по таким количествам событий, по расчетам это были бы терабайты только за один месяц. Также, если использовать кавку как брокер, то потребуется кавку перевести на локальные диски, потому что если делать это на хранилище, которое представляет кубер, то производительность будет очень сильно страдать. Еще тут один из минусов, это много конфигов, потому что если мы хотим, чтобы события шли в брокере однородно, они должны быть примерно одной и той же самой схемы, а если у нас есть много эндпоинтов и много сервисов, это значит, что нужно завести столько же топиков в кавке, ее поддерживать и за ней постоянно следить. Клейхаус кавка-коннектор тут не то, чтобы все плохо, но просто это штука, которая годится для доказательства концепции, то есть, что в принципе можно соединить, что клихаус может потреблять данные с кавки и делать это с какой-то точностью. Если нужно, чтобы это было надежно и управляемо, то естественно нужно делать insert самим и поднимать какую-то инфраструктуру вокруг этого, какие-то ETL. Ну и еще один минус, это не то чтобы минус, это просто нарушение такой ожиданий. Кажется, что BI должен уметь делать все, сам пересекать данные, но, например, метабейс это делать не умеет. Он умеет работать только с одним источником данных и именно в этом источнике эти данные пересекать и выводить. Ну и если говорить о каких-то выводах, то пишите данные правильно, а неправильно не пишите. Подход с событиями он показал себя достаточно хорошо, это позволило кратно снизить сложность анализа данных. Если ваши сервисы живут в условиях микросервисной архитектуры, когда они разделены друг от друга разными контекстами, гораздо проще отправить данные сразу к данным под рукой в одном документе, чем потом постфактум городить сложные ETL-и, подключаться при помощи разных инструментов к разным базам данных и там их джонить и ловить кучу ошибок. А потом еще и разработчики захотят поменять схему данных и тоже все упадет. Подбирать инструменты под задачу мы выбрали для себя ClickHouse плюс Kafka и пока все хорошо. Ну и опять же касательно инструментов ClickHouse плюс метабейс получилось весьма неплохо. Мы на этом делаем сейчас текущую отчетность. И на этом у меня все. Кажется, я успел. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Горизонтальное масштабирование и все хорошо. А, ну да. Это именно характеристика именно самой Kafka. То есть тут вопрос в том, что горизонтальное масштабирование это как бы хорошо или плохо. Ну, конечно... А потом сказали, что хорошо, что у нас не было много данных, потому что... А, ну тут имеется в виду, что да, действительно, горизонтальная масштабируемость, она хороша, когда нужно выдержать именно такой поток данных и не упасть. А другое дело, что если все... Стоит быть готовым, что если данных будет слишком много, нужно же иметь для этого еще и хранилище, чтобы там это держать. И вот если бы мы применили такой подход на сервисе, где было бы данных еще больше, да, при помощи горизонтального масштабирования мы бы такой трафик выдержали бы. Но вот хранилища, где лежат эти данные для аналитики, они бы уже все, переполнились. А если вы разделите данные, то будет, наверное, подробная сложность, да, потому что вы анализируете, потому что как разно будет совсем, да? Ну, вообще говоря, да. Все так. Потому что, да, действительно, сначала мы применяли подход, когда микросервис пишет данные одновременно и на Hadoop и в центральное хранилище логов. А так как в логах содержится очень много информации, то есть вот кажется, что вот она доступна, она же есть, значит, ее можно получить. И это казалось наиболее быстрым способом и наиболее гибким способом, как это можно сделать. И многие компании это тоже применяют. То есть просто давайте данные сохраним в лог, и потом именно его будем анализировать. Но с таким подходом логов просто может быть очень много. То есть там же и техническая информация содержится, и отладочная информация разная. Ее крайне тяжело парсить. И тем более, что логи, как правило, на логе нет контрактов, которые стоит поддерживать. Обычно логи пишут разработчики именно под конкретную задачу, а если они меняют какой-то модуль внутри, то и логи изменятся тоже, и все схемы поедут, и партеры, соответственно, поедут. Опять же, так как логи – это огромный большой кусок данных, где нельзя вот именно прям при помощи какого-то инструмента быстро разделить важные данные от неважных, приходится хранить их все полностью. И, собственно, с этим именно и связана экономия. То, что если хранить только то, что необходимо, и то, что если вот те ребята, которые занимаются анализом данных и производством моделей, скажут о том, что им нужно, то это можно сохранить, и это будет компактно. Гораздо эффективнее, чем если хранить вообще абсолютно все. Когда вы планировали, как вы видите архитектуру, вы не смотрели в сторону, так называемого, Data Lake House. Это типа Apache Kruge, Apache Iceberg, Delta Lake, которые у вас есть, ArcGFS, вам как раз таки можно было докинуть их, и ему, конечно, вам нужно было что-нибудь еще, как тот же Apache Spark, использовать, и у вас как будто бы можно было все складывать туда, а потом уже вы говорили, что там аналитика нужна, но можно было перейти на тот же PicePack, и оттуда напрямую наделать запросы. Не рассматривалось, как это? Да, действительно, есть очень... Ну, то есть, когда мы говорим про Hadoop, тут вопрос в том, что можно же прокачать систему Hadoop, и там как раз очень много инструментов для того, чтобы хранить данные, их обрабатывать. И действительно, то есть в базе Hadoop это просто распределенная файловая система, которая просто хранит файлы, и там можно применить различные форматы, но, как правило, они колоночные. Для того, чтобы в эти колоночные форматы что-то записать, данные должны быть более-менее структурированы. Кто-то их должен структурировать, то есть, например, потоковый Spark, он действительно может, например, напасть на поток и по колонкам разложить все, что необходимо. Да, это еще один способ решения, но именно поток событий, когда вот микросервис, у него в мозгах вот есть какие-то данные, которые он сейчас обрабатывает, пускай уж лучше он подготовит вот один кусок данных по обработке вот этого запроса, это на выхлопе из этого микросервиса гораздо эффективнее можно будет построить такой даталайк. То есть, такие даталайки у нас есть, просто если это делать на основании вот именно логов, например, более-менее простыми инструментами, это получится достаточно такая разрозненная структура. То есть, что-то хранится, например, в партициях Hive, что-то хранится там, не знаю, в куду, может быть, эффективнее это положить, что-то еще где-то, это потом все равно придется связывать. Однако, на самом микросервисе, когда к нему приходит запрос, у него уже вот тут, на данном этапе все эти данные связаны, вот они у него находятся. И клево, когда он может подготовить вот такой документ о том, что вот я рассматривал такой запрос, дал на него такой ответ и дал на него ответ, потому что было вот так. Это будет гораздо просто эффективнее. И потом можно использовать любое хранилище, ну, в частности, коллекция ClickHouse, например. Это достаточно широкая такая будет очень таблица со сложной структурой, да, конечно, но она будет, структура, это известно. И там уже данные объединять будет необязательно и возрастет скорость просто доступа к этим данным. Не нужно будет делать бесконечные джойны и ознакомливаться с огромной вот этой вот портянкой даталайка. Даталайки у нас, конечно, тоже есть, но мы больше стараемся их делать по доменам. То есть, что вот есть какой-то домен данных и там в конкретной таблице содержится вот полная информация, денормализованная по каким-то фактам, которые произошли. То есть, один подход, он не отменяет другого. Спасибо. Да, действительно, команды другие. есть другие команды, которые занимаются другими направлениями бизнесов. То есть, они там, ну, команды выделяются так, что на одном направлении бизнеса работает одна команда, на другом другая. Тем не менее, мы стараемся жить в одном даталайке, то есть, Hadoop все равно общий. Подходы к формированию вот этих даталайков, но они разные. То есть, например, у нас в машинном отделении вот именно то, что касается скоринга кредитов, там используются в гораздо большей степени классические ML, то есть, это и классические алгоритмы. В соседних командах, там, где ребята занимаются, например, разбором, ну, например, чат-бот или вот другие, там, где NLP, например, там применяется гораздо больше подход именно с логами, то есть, ну, потому что там информация более компактная, там не так важен контекст, там гораздо больше важно именно обращение пользователя. там фактически, ну, и им, возможно, это и не требуется, вот именно с таким подходом. Говоря про ETL, если он, ну, он тоже был у нас на определенном этапе, но мы очень сильно упирались в производительность, то есть, таких решений. А еще сильнее мы спотыкались при том, что, ну, ETL подразумевает то, что некий инструмент подсасывается непосредственно к базе данных и, например, смотрит на ChangeLog, на VAL, как шло изменение сущностей, и там, например, если разработчики, стоит понимать, что база данных это внутренний инструмент микросервиса самого, это как бы его реализация. А в внутреннюю реализацию лучше всегда не лезть, потому что разработчики иногда могут поменять там название таблиц, колонок, что-то докинуть, написать какую-то миграцию, а это тут же потребуется отразить и на процессе ETL. Мы с этим несколько раз столкнулись и решили туда неизвать. Идти в то направление. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 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 . . Спасибо. . Спасибо. . .